За плечами руководителя Саровского всероссийского движения «Волонтеры Победы» Елены Клюевой большое количество конкурсов и фестивалей. В прошлом году девушка вошла в топ-100 лидеров Нижегородской области и приняла участие в параде Победы в Нижнем Новгороде. В этом году Елена решила повторить успех и снова подала заявку на проект «Лидеры Нижегородской области» и вошла в топ-250. Это, конечно же, проявление своей такой активной социальной позиции. Это, конечно же, знакомство с помощью таких вот конкурсов. Получается, ты узнаешь очень много интересных знаний, опыта. Ты можешь проявить себя как-то по-новому, интересно. И, конечно же, это знакомство с другими людьми. В топ-250 лидеров области вошла и Анастасия Белякова, волонтер кинологического объединения «Акбар». Девушка признается, что подобные конкурсы для нее не в новинку. Она старается всегда быть на волне волонтерства и принимать участие во всех мероприятиях. Благодаря клубу «Акбар» и руководителю Светлане Романовой Анастасия стала больше посвящать себя добровольчеству. Вообще моя любовь к животным привела меня к этому. У меня всю жизнь собаки были с малого. Мне было два кутика, первая собака в моей жизни появилась. Так и повелось. Увидела, что набирают волонтеров в «Акбар», когда был ковид. Ну и решила, что это то, чем хочется заниматься. Так вот я пришла уже почти четыре года занимаюсь этим. Как признается Анастасия, быть в топ-250 лидеров региона здорово, но это еще не предел. В феврале девушкам предстоит пройти в следующий этап отбора, где они будут обучаться нюансам волонтерского дела. После чего у всех участников проверят знания и выберут из 250 – 100 лучших, из которых определят топ-30 лидеров области. Можно получить сертификат об успешном прохождении обучения от правительства Нижегородской области. Также можем войти в резерв кадровый. И, конечно же, знакомство с новыми интересными людьми. Все участники проекта получат сертификаты повышения квалификации и рекомендации к трудоустройству. Бонусами сезона станут посещение инновационного центра «Сколково», мастерской управления «Синеж» и университета «Иннополис». Продолжение следует...